Здравствуйте, в эфире программа 7 минут. Сегодня в гостях нашей студии старший инспектор Центра лицензионно-разрешительных, работа МВД России Призасской области, Юлия Хренова. Здравствуйте, Юль. Мы с вами сегодня будем разговаривать про портал Госуслуг. Расскажите, пожалуйста, по сравнению с прошлым годом, по крайней мере, потому что портал относительно новый, насколько я помню, пару лет всего, а вот по сравнению хотя бы с прошлым годом рейтинги сайта выросли? Ну, по сравнению с прошлым годом, количество обращений граждан и юридических лиц через портал Государственных услуг, конечно, вырос за теми услугами, которые предоставляют органы внутренних дел. Это связано, скорее всего, и с тем, что сеть интернета более массово приходит практически в каждый дом, и наиболее занятые на работе граждане тоже выбирают для себя такой удобный вид обращения органов власти. Если брать в расчет направление работы вашей структуры, какая функция, какая услуга наиболее популярна все-таки? Ну, наиболее популярны, конечно же, обращения, связанные с получением лицензии на приобретение охотничьего оружия или оружия самообороны, и получение разрешений или заявление о продлении срока действия разрешения на хранение и ношение оружия. Это наиболее популярная услуга, которую пользуются граждане Российской Федерации при обращении через портал Государственных услуг. У нас очень много людей с оружием, насколько я поняла, да? Ну, у нас не так уж и много, как это кажется, людей, которые обладают оружием, но достаточное количество. Насколько я понимаю, когда они собирались в живую очередь, выглядела более напряженная эта работа, казалось? Вопрос состоит в том, что предоставление государственных услуг в сфере оборота оружия, оно имеет определенную иерархию. То есть, каждое оружие, оружие вообще в Российской Федерации имеет определенные подразделения, делится на определенные виды. Центр лицензионно-разрешительной работы оказывает услуги в сфере получения лицензии граждан на приобретение охотничьего оружия с нарезным стволом, которое наиболее, может быть, опасно, можно даже так сказать. За получением лицензии по другим видам оружия, оружие самообороны, гладкоствольное охотничье оружие, за данными услугами граждане обращаются в те территориальные органы внутренних дел, в которых они проживают. То есть, у нас не в самом центре очень много народу. Достаточно много народу, конечно, в территориальных подразделениях МВД России на районном уровне. Там гораздо больше. Ну и тем не менее, вот работать через портал, она как-то облегчила вашу жизнь, скажем так? Или же вот налаживание этой сферы деятельности пришло не сразу, там не понакатанной? Вы знаете, вот удобство портала заключается не только для удобства обращения граждан, чтобы государственные услуги были доступны наиболее большему кругу граждан. Но это и облегчило работу сотрудникам, потому что нет отвлечений на очереди. То есть, мы каждое утро, у нас начинается день с того, что мы проверяем портал государственных услуг. Видим каждое новое обращение, каждое новое заявление. Соответственно, идет поручение его конкретному исполнителю. И к тому моменту, когда гражданин приходит к нам лично, у нас уже завершены практически все проверочные мероприятия, у нас уже есть все необходимые сведения, которые позволяют сделать вывод, возможно ли выдача гражданину лицензии на приобретение оружия или разрешение на хранение и ношение оружия или нет. То есть, для нас это тоже очень облегчило работу. Ну и тем не менее, какие-то положительные отзывы уже имеют место быть? Ну, опять-таки, исходя из увеличения количества обращений граждан через портал, можно сделать вывод именно о том, что это облегчает гражданам обращение в органы власти. Тем более, регистрация на портале госуслуг, это вот не только облегчает работу нам, это облегчает прежде всего работу и, скорее всего, даже не работу, а именно какие-то цели, достижения каких-то целей гражданам, особо занятых на работах. Есть такая ситуация, что многие любители охоты работают вахтовым методом и большую часть времени проводят не по месту своего жительства, а по месту работы. Соответственно, если у них подходит срок окончания разрешения на хранение оружия, находясь в любом месте и зарегистрировавшись на портале государственных услуг, они могут подать заявление о продлении срока действия разрешения. Опять-таки, большой плюс для тех жителей, которые живут в отдаленных районах нашей области. Для них есть еще один большой плюс. В этом году введен такой способ, как предварительная запись по телефону для обращения за государственными услугами. То есть у нас есть два телефона. 29 76 02 – это для тех обращений, которые в сфере частной охранной деятельности, то есть за получением удостоверения частного охранника. И 29 95 95 – это для граждан, которые желают обратиться за получением государственных услуг в сфере оборота оружия. Существует предварительная запись. Гражданин Российской Федерации выбирает удобное для него время, удобный для него день. И уже, соответственно, к этому времени он приезжает, чтобы обратиться. Это если в том случае, если по каким-то причинам он не может обратиться через портал госуслуг. Но если опять же вернуться к порталу, к его работе, все-таки бюрократия есть бюрократия. Существует ли такая возможность, что документы при подаче будут утеряны каким-то образом? Но за время моей работы таких случаев нами не было установлено и не было выявлено. Наоборот, бывают ситуации, когда гражданин по каким-то причинам не может сделать скан-копию и приложить ее к электронному обращению, прикрепить. В этом случае мы, в принципе, идем навстречу гражданам и получаем этот документ посредством факсового обращения, то есть через факс, факсимильная связь. То есть у нас происходит, мы получаем этот документ, который он никак не может прикрепить. И, соответственно, после распечатки с портала госуслуг его заявления, мы прикладываем уже к бумажному виду тот документ, который нам пришел факсом. Юль, ну вот еще какие-то новшества в ближайшее время предусматриваются, как вы считаете? Есть ли такая информация? Ну, скорее всего, в сфере развития каких-то информационных технологий у нас в Российской Федерации будет более проще обратиться за теми или иными государственными услугами. Наверняка идет разработка каких-то документов или каких-то возможностей, которые еще более облегчат гражданам, чтобы получить государственную услугу через портал. Ну, вот хотелось бы, наверное, сообщить от лица специалиста и профессионала, и человека, скажем так, от первого лица, да, людям, насколько это удобно. Потому что интернет сейчас есть практически в каждом доме, даже что там в далекой глухой деревне. Да, повторюсь сказанному, как я считаю, три наиболее важных преимущества обращения на портал государственных услуг. Это, во-первых, не надо ждать дня приема, не надо отпрашиваться с работой у руководителя, что мне необходимо подать заявление. Вечером пришли домой, поужинали, отдохнули, вышли в личный кабинет на портале госуслуг, подали заявление в совершенно спокойной обстановке. Соответственно, получаете потом звонок от специалиста и получаете ту услугу, за которую вы обратились. Второе, для преимущества, не надо ждать очереди. Особенно это связано с теми гражданами, которые приезжают к нам, предположим, из Кадомского района. То есть бывают ситуации, когда, придя на работу, мы уже видим, что стоит очередь граждан. Им не надо приезжать из района, вышли в интернет, зашли в личный кабинет на портале госуслуг, подали заявление, получили услугу. При обращении на портал государственных услуг с заявлением о выдаче лицензии, мы стараемся сократить срок ожидания гражданина для получения этой услуги. То есть пытаемся сократить те сроки, которые установлены административными регламентами, до минимума. По объективным причинам. Соответственно, опять-таки гражданин один раз приехал к нам в центр, предоставил нам подлинники документов, которые он направил нам посредством электронного обращения, и получил государственные услуги. То есть это, как принято сейчас говорить, визит одного окна. Пришел, подал, тут же получил. Юля, спасибо вам большое, что пришли к нам в гости, рассказали всю информацию. Это долг, конечно, емко, понятно. Спасибо вам. Нашим телезрителям, я думаю, интересные. Спасибо еще раз. Это была программа «Семь минут». Всего вам самого хорошего. Скоро увидимся. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!